Привет, меня зовут Оля Яковлева, я дизайнер и экс-арт-директор КБ «Стрелка». Привет, меня зовут Артем Чернобровкин, и я архитектор и иллюстратор в КБ «Стрелка». Немножко о моем бэкграунде. Я закончила высшую академическую школу графического дизайна, курс Эркена Кагарова Николая Штока в дизайн-среде, известной как эш-группа. У нас внутри нашей образовательной группы было такое объединение. Мы вместе играли музыку, рисовали плакаты и, в общем, весело проводили время. Плакаты были в основном музыкальные для культурного центра «Дом». Но после выпуска мы поняли, что нам классно вместе, мы хотим продолжать работать, но хотим отделиться от учебного проекта, поэтому образовалась такая латинская версия эш-группы. На то время арт-директором КБ «Стрелка» был Валер Кожанов и также Филипп работал на «Стрелке». Собственно, в конце 2014 года я попал на «Стрелку» как младший дизайнер, проработал 5,5 лет и два последних года как арт-директор. Я закончил РУДН на архитектора. Профессию выбирал скорее, чтобы это расширило какой-то мой взгляд на вещи, ну и вообще мир. Увлечение графическим дизайном появилось раньше, чем я поступил в универ, но основные эксперименты были именно там. Я экспериментировал с живописью, подачей проекта. За время учебы я был в команде «Формула студентов», мы собирали гоночные болиды и электробайки. Я там занимался абсолютно всем, от брендинга команды до сборки конструктивных каких-то элементов. «Стрелку» пришел в семнадцатом году. Тогда меня заинтересовали более глобальные вещи — улучшение качества жизни в российских городах. Темп работы быстро ввел меня в курс дела. На каждую задачу приходилось как-то расширять свой ползнаний, и в итоге я вырос в полноценного мультидисциплинарного специалиста с скиллами, заточенными именно под «Стрелку». В свободное время я стал делать постеры для друзей и коллег на их дни рождения, и тем самым я экспериментировал с графическим языком и, в принципе, сохранял какую-то дружескую атмосферу в команде. Впоследствии это переросло в должность иллюстратора в КБ и только с более уже серьезными задачами. Обычно, когда тебя спрашивают, где ты работаешь, ты отвечаешь… На «Стрелки». Ну да, и, в общем, первая ассоциация, которая приходит в голову — это «Институт Стрелка». Да, ну иногда даже бар. «Институт Стрелка» — это некоммерческая организация, направленная на просвещение и развитие человеческого капитала. Это образование людей, это про города и про развитие. Да, КБ занимается стратегическим консалтингом городской среды. В общем, «Стрелка» — это про людей и города. КБ вообще мультидисциплинарная компания, которая объединяет специалистов из разных областей. У нас есть центры компетенции, которые присоединяются к проектным командам в зависимости от направления проекта. Каждый проект проходит через дизайн-отдел, и к нам поступают совершенно разные задачи — от ручек, блокнотов до каких-то стендов. То есть масштаб совершенно разный, и всё это — работа большой команды и коллектива. Каждый проект. И хотелось бы мне свой рассказ начать с конкурса «Стандартов жилья и жилой застройки». Появился он вообще из-за прогнозируемого спроса на строительство жилых домов в России. Но хотелось, чтобы эти проекты были качественными, поэтому собрали такой конкурс, чтобы собрать базу хороших, твёрдых, качественных проектов. Для меня в работе очень важны смыслы и функции. Уже на втором плане идёт красота. Поэтому на установочной встрече я пытаюсь выжать по максимуму информации, полезной для работы. Это как название конкурса, о чём проект, этапы, состав, кто заказчик и есть ли у него какие-то особые пожелания по дизайну. На этом проекте одним из организаторов был Дом.РФ, бренд-бук, которого нужно было как-то адаптировать и использовать. Они используют один из фирменных шрифтов — это DIN Pro. Я в проекте, мне хотелось добавить какого-то нового видения или какого-то своего языка, поэтому я использовала Brutal Type. Шрифт Гайне Багдасаряна — это новый гротеск, который основан на DIN, но с таким своим характером. Также у меня были цвета. Нужно было использовать какой-то один из цветов. Я использовала графитовый как наборный в тексте и графика и билингвальность документа. Вообще, этот проект делится на три модели среды, которые были разработаны в КБ. Это малоэтажная, среднеэтажная и центральная модели. И каждая команда должна была выбрать одну из этих моделей для своих проектов. Это был мой первый билингвальный документ. И сейчас такой немножко дизайнерский внутряк. Для тех, кто не дизайнер, наверное, он скучный, но мне важно про это рассказать. Здесь был очень простой принцип, и я прям кайфовала от работы, потому что такая задача очень простая, и рамки понятны. У тебя есть графика, и у тебя есть два языка. Собственно, всю графику я располагала посередине, как бы это такая нейтральная зона. Кирильцу поставила наверх, и она стремилась к верху, а латиница — к низу. Шмуцы технического задания — это три цвета моделей. И зеленый он был нейтральный для всех, общий для всех моделей. Так вот выглядели развороты начала какой-либо темы. Заголовок «Элит». Также здесь была такая классная история с боковой навигацией. Когда у тебя начиналась какая-либо тема, то я ставила жирный штрих, как ориентир то, что тема начинается. Так выглядит страница с продолжением. Штрих уже тонкий. И из-за того, что внутри одной темы было много подтем, мы дублировали название сверху общей темы. Вот так выглядели развороты технического задания. Четыре цвета и один подход, который виден внутри всей книги. Помимо книжной части в этом проекте было несколько заседаний жюри и экспертных сессий. Вот сейчас покажу несколько примеров того, что было в проекте. После первого заседания жюри выбрали 20 финалистов. Было много разных документов, презентации, альбомы, правила конкурса, лифлеты, баннеры. Поэтому было очень интересно работать на этом проекте. Вот здесь, например, мы с командой придумывали, как будет выглядеть выставка и все крепления макетов. Второе заседание жюри. Голосование проходило с помощью стикеров золотых, серебряных и бронзовых. Собственно, вот такой был конкурс на форуме «Среда для жизни». Было представление 10 финалистов и награждение. Я очень люблю этот конкурс за такой масштаб. Проект был довольно продолжительный и очень много разных носителей. Его было очень интересно делать. Да, Оля рассказала о достаточно продолжительном масштабном конкурсе. Я же хочу рассказать про более быстрый и срочный. Это проект чат-бота под названием «Чат-бот Тигран». Он появился в результате того, что нужно было очень срочно проводить антропологическое интервьюирование на территории Еревана. А именно в парке Еревана, в бульварном кольце. Вообще, эта территория была выбрана в качестве пилотной в рамках развития программы по улучшению городской среды, которую проводит представительство программы ООН в Армении, UNDP. КБ «Стрелка» здесь выступает только в качестве консультанта. Вот так вот выглядит бульвар на спутнике. Такое полукольцо. Он чем-то напоминает московское бульварное. Вообще, благоустройством будут заниматься армянские архитекторы. А КБ «Стрелка» будет осуществлять методическое сопровождение проектов. На бульваре много разных памятников, кафе, интересной архитектуры. Но сам парк по своему функционалу застрял в 90-х и, в принципе, законсервировался в этих годах. Всего шесть участков на парке, и на каждом из них есть какие-то интересные объекты. Для них мы вместе с дизайнером Ксюшей Полуторновой отрисовали интересные иконки в получившейся проектной графике. Вообще, настроение проекта мы черпали из армянского искусства, в частности, армянской живописи, такой яркой, солнечной, чтобы вообще прочувствовать палитру и настроение. Сам персонаж Тигран — это такой собирательный образ армянина. Мы решили, что он будет таким пожилым краеведом, общительным, веселым. За время работы над проектом он даже успел поменять имидж, стать таким из провинциала, превратиться в настоящего горожанина, настоящего ереванца. Тигран вообще публичная личность, у него есть страничка в Фейсбуке, он любит заниматься спортом, играет в шахматы и вообще берет от жизни все. В качестве друзей Тиграна мы выбрали образы с картин Мгера Абегиана и Минаса Аветисяна. Собственно, даже сам автопортрет художника Минаса Аветисяна здесь присутствует. И эти образы, они вошли в стикерпак проекта, собственно, которым бот общается с горожанами. Он берет интервью, посылает какую-то интересную информацию, рассказывает о Бульварном кольце, шлет вам стикеры, какие-то гифки из старых фильмов, которые снимались на Бульварном кольце. Все это происходит на армянском языке, что, кстати, тоже достаточно осложнило работу над проектом, поскольку нам пришлось искать качественных местных переводчиков, которые могли бы донести именно некую интонацию нашего бота, чтобы было понятно, что это не какой-то молодой парень, а это действительно пожилой человек-краевед, который может вам что-то интересное рассказать. Когда вы отвечаете на все вопросы бота, он дает вам ачивку, вот ачивки, которые разработали, в зависимости от пола, бот выдает вам ачивку того или иного пола. То есть если вы мужчина, у вас будет мужской персонаж. Здесь запечатлены собирательные образы армян, местных жителей, ереванцев, которые мы разработали под именно посыл достижения, которые вы получаете. Первая, которая с сердечком, это Ереван в моем сердце, вторая сверху, это пора в Ереван, если вы узнали очень многое о Ереване и прям захотели туда поехать, это то, что нужно. Третья, это то, что вы готовы к открытиям и смогли вообще узнать что-то и новое и поделиться с ботом. Четвертое, это вы прям настоящий эксперт кольцевого бульвара и вообще все-все-все знаете и в принципе ничего, может, нового даже для себя не узнали. И пятое, это визионерский такой взгляд, это визионер кольцевого бульвара, если вы просто рассказали, где что нужно сделать. В итоге чат-бот стал вообще первым антропологическим чат-ботом на ереванском языке. И мы все ждем, когда закончится пандемия, чтобы мы могли поехать в Ереван и прогуляться по кольцевому бульвару. Следующий проект, это кинотеатр художественный. Я делала строительные леса и ограждения для восстановительных работ. То есть я разрабатывала забор и строительные леса вокруг кинотеатра. В нем ведутся работы по восстановлению его оригинального облика начала 20 века. Главный фасад здания будет восстановлен в том виде, в котором показана на фотографии. Она дореволюционная, и сейчас весь утраченный декор кинотеатра будет восстановлен. Работу над проектом я начала с погружения в контекст. Вот так выглядело здание до начала работ. Потом изучила архив, материалы, которые у нас были. У нас были чертежи этих барельефов и декоративных элементов. И я подумала, что их нужно будет обязательно взять в работу. Фирменного стиля, как такового, у художественного на тот момент не было. Вот был такой сайт, который не отвечал запросам будущего позиционирования. Про то, что это кинотеатр для премьерных показов и такой фестивальный центр. Поэтому на шрифты и ни на что я не могла рассчитывать, кроме как надписи на фасаде. Я выбрала как такой основной шрифт это новая антиква, вермут. И как дополнительный гротеск это гербера. Почему я выбрала вообще эту антикву? Потому что мне очень хотелось сохранить сильный контраст, такой же, как на фасаде здания. В любом проекте я подбираю какие-то референсы. Это может быть какие-то смысловые истории или какие-то крепления, или что-то, что вообще может быть и не связано с конкретными задачами. А вторая история это про какие-то ощущения, тоже может быть из совершенно разных сфер. Ограничения. Ограничения очень важны и в работе я их люблю. На этом проекте у меня были ограничения от производства. У нас были развертки секций. Поэтому я понимала, какого размера и какое количество секций у меня будет. Я очень люблю работать с архитекторами, потому что мы говорим, мои дизайнеры и иллюстраторы, говорим на одном языке. Нам очень просто в общении. И поэтому мы очень быстро находим какие-то решения. Вот здесь мы выбрали четыре направления, которые могли бы заполнить всю эту огромную территорию. Так выглядели макеты, разверток. Когда мы уже обо всем договорились, мы начали распределять конкретно, погружаться вглубь и распределять конкретные задачи, как, например, написание текстов, подбор фотографий и также привлечение иллюстратора. Тогда у нас работала Катя Мирановская, и она доработала эти иллюстрации и где-то что-то дорисовала так, чтобы их можно было напечатать на большом формате. Проверка масштаба. У нас есть принтерная, принтерум в КБ, где есть плотерная печать, помимо версанта, с А3, А4 форматом. Поэтому это очень удобно, когда ты можешь, не выходя из офиса, посмотреть, вообще, не прогадал ли ты с кеглями и с толщинами финальный контент, когда ты просто все собрал и понял, что получилась такая цельная работа, выгрузка файлов. И, собственно, вот так выглядел наш проект. То, что получилось в результате этой работы. Собственно, вот так это все выглядело. И каждый проект тебя учит чему-то новому. И в этом проекте я вспомнила уроки математики и счетов, потому что было очень много секций, и важно было не прогадать с размерами и со всеми вычислительными историями. Да. Классный проект получился. Я расскажу про такой последний, наверное, digital проект, который выпустил АКБ. Это антропологическое исследование о том, как самоизоляция изменила жилье россиян. Это большое исследование, где было проведено много работы, проанализировано 50 тысяч текстов и выявлены какие-то особенности, в общем, категории поведения людей, поведенческих практик. Дизайнер Света Карташевская сделал отличный одностраничный сайт, которым мы постарались наполнить иллюстрациями людей, каких-то сюжетов, вообще насытить атмосферу каким-то, не знаю, добротой, юмором, вообще какой-то сделать ее немножко отдаленной от той ситуации, которая у нас происходила несколько месяцев назад в стране и вообще в мире. В проекте рассказывается о трех типах стратегии, как раз поведенческих практик людей, как они вообще переживают коронавирус у себя дома. И первое, это выживание, собственно, когда люди бегут в магазин, покупают гречку и вообще товары первой необходимости и вообще хотели бы, наверное, как-то существовать автономно от внешнего мира, пока все это не закончится. второе, это выживание, когда люди просто не могут приспособиться к тем условиям, которые диктует вообще положение и время, то, что нужно сидеть дома и никуда не ходить, и люди стараются делать свои обычные дела, которые они делают вне дома, собственно, в ограниченных условиях своей квартиры. Вообще, в подаче материала, то есть в этих иллюстрациях, наверное, помог интернет, когда просто огромное количество контента производилось людьми, просто они записывали то, как они живут, как они, не знаю, кто-то страдает, кто-то доезжает из своей спальни на велосипеде до рабочего места. Третье, это развитие, пожалуй, самое классное вообще со всех стратегий, потому что люди начинают смотреть на полученное как бы дополнительное время, которое они там не тратят на дорогу до офиса, стараются с пользой его проводить, читают книги, слушают подкасты, убираются у себя в квартире, там, я не знаю, на балконе или даже хотя бы разгребают завал на рабочем столе своего лэптопа. Я очень хотела этим заниматься во время пандемии, но у меня не вышло. Ну вот я тоже, я скорее выживал, наверное. Вот. Это отрывки из интервью, которые собственно мы вставили на сайт и здесь есть один момент, то, что мы пытались сделать как бы интервьюруемых людей, несмотря на то, что они анонимные, но пытались как бы подчеркнуть их разность, вообще индивидуальность, поэтому каждая иконка на сайте она отличается, то есть придумана индивидуально, придумана индивидуально, да, под каждого интервьюируемого человека. Несмотря на то, что вообще это был достаточно быстрый тоже проект, в принципе, иллюстрации успели пройти вообще через три стадии, изначально разрабатывались прям на бумаге и утверждались так же, только потом уже отрисовывались в приложениях для веба. Практики это раздел сайта, который описывает как бы обычные вроде бы вещи, которые люди привыкли делать вообще в своей жизни, то есть работать, заниматься спортом, как-то проводить свой досуг, но тут описывается как раз то, как они пытаются это делать в условиях самоизоляции в своей собственной квартире. И сюжеты мы тоже разрабатывали под то, что получили в результате исследования. Также на сайте есть раздел пространства, который мы постарались сделать немножко интерактивным и создать ощущение то, что как бы заходя в какое-то пространство, выбирая его мышкой, мы как будто бы заходим к кому-то в гости и смотрим, как у них там все устроено. Там можно почитать какие-то советы или вообще посмотреть тренды, то, как люди обустроивают свое жилье, там свои детские, как они проводят время на балконе и какие-то прочие штуки. Там можно посмотреть видео, которые мы снимали с нашими интервьюируемыми людьми. Это был классный проект. Позже мы сделали для него набор стикеров, которые можно использовать в телеграме. Они могут быть использованы в обычное время, напоминать нам о том, что когда-то все мы были дома. Жизнь нам подкидывает совершенно разные обстоятельства, под которые мы все так или иначе адаптируемся. И хочется пожелать, чтобы все были здоровы и в работе, и вообще во всем я считаю, что нужна любовь и все, что ты делаешь, нужно делать с любовью, если ты хочешь, чтобы это была качественная работа. Поэтому вкладывайте душу в то, что вы делаете. И не бояться экспериментов. Спасибо. 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 Мы все с большим удовольствием посмотрели лекцию, которую подготовили Артем и Оля из КБ Стрелки. КБ Стрелка в принципе занимается потрясающим направлением как развитие городской среды. Ребята, спасибо вам огромное за такой вводный курс и хочется подробнее обо всем поговорить, во что мы вместе все в тайминге. Вы затронули тему мультидисциплинарного дизайна. То есть кто такой дизайнер в КБ Стрелки, чем он должен обладать и что учитывать при работе с таким непростым ресурсом как город, как человек и как в принципе центральное понятие это человек. Я бы скорее сказала про мультидисциплинарный мультидисциплинарность компании, потому что это не только про графический дизайн, а КБ Стрелка в целом уникальная компания, в которой собраны профессионалы совершенно разных профессий и как раз преимущество в том, что во время работы на каком-либо проекте, если у тебя возникает какой-то вопрос или не хватает какой-то информации, ты можешь обратиться к коллеге, который сидит с тобой в одном пространстве и он тебе может подсказать что-то и проконсультировать вот как, например, с отделом ГИС-аналитики, если там когда-то давно было какое-то ограниченное количество карт, геоподоснов и там иногда могла быть какая-то задача для дизайнера. Нужно было их самим просто практически рисовать. Сейчас просто можно вытащить данные, они будут более точные и самое главное, что именно обновленные. Они будут абсолютно точные, да, и на них будет намного меньше времени тратиться и вся информация будет корректная. Да, и мы стараемся сотрудничать вообще как бы со всеми отделами, то есть чтобы как можно ну то есть меньше лишней работы вообще делать людям, то есть как-то те же карты, которые приходят там в каком-то может быть непонятном виде, мы пытаемся делать так, чтобы они сразу приходили более-менее красиво. Смотри, а чем вот какими навыками должен был сдать дизайнер стрелки? Ну то есть это же такой большой ресурс, как человеческий там фактор, то есть что должен учитывать, какие нюансы дизайнер? Мне кажется в первую очередь дизайнер КБ должен любить типографику и книжное дело, потому что очень много продуктов, которые выпускаются, это как раз печатная продукция, вот. Да, то, что на бумаге, на мой взгляд дизайнер должен просто понимать, что он на самом деле делает, именно сам контент, то есть понять, где нужно расставить какие-то акценты, вообще, ну то есть это не бездумное отношение к делу, потому что мы там выпускаем какие-то даже серьезные документы и тут надо прям понимать, что мы хотим донести и тут дизайн именно функциональную роль выполняет, даже больше, наверное, чем эстетическую. Очень важно уметь задавать правильно вопросы и получать четкое техническое задание к своей работе, потому что это правда очень важно и через коммуникацию вы находите истину и понимаете, как можно найти решение и придумываете вместе, каким образом лучше показать ту или иную информацию, чтобы было понятно и просто вот. Классно. Спасибо. Смотрите, так как эта сфера такая достаточно интересная. Можете ли вы на каком-то конкретном примере рассказать, как развивается город, то есть что это значит, как вообще происходят все эти процессы? Ну, в первую очередь практически все проекты, они основаны на мнении людей, которые живут в данном городе, условно, любой. Допустим, недавно запустили проект, который занимается сбором данных от горожан, это проект «Чего хочет Суздаль», и там любой желающий может оставить на карте метку с комментарием, чтобы он изменил какие-то от того, что не нравится забор, до каких-то более дельных замечаний, что там тут, допустим, нужен пешеходный переход. Вот. И это открытый проект, любой житель города может как-то внести свой вклад, свое мнение, и, естественно, они будут учитаны. Это очень круто, на самом деле, что учитывается мнение людей, которые там живут, то есть и потом как-то это все складывается в единый пазл, и уже как все дальше происходит. Да, просто это анализ вот этих данных, которые мы получаем от людей, потом каких-то архитектурных не знаю, как сказать, данных, решений, каких-то кадастровых карт, и все это складывается потом воедино, и видно, где какие-то проблемные участки, не только с точки зрения того, что там просто неблагоустроено, а то, что там может даже по закону тяжело что-то сделать, допустим, там, объект охраны культурного наследия. Как не архитектор, конечно, ты узнаешь много тонкостей, что существуют ограничения, существует очень много правил, почему что-то можно делать, почему что-то нельзя делать. Вот, в КБ «Стрелка», например, было продумано стандарт, который актуализировал какие-то устаревшие данные. Устаревшие ну, СНИПы, нормы, вот то, что было еще в Советском Союзе разработано, да, это большой документ на 10 домов, можно так сказать, да, где-то 10 больших книг, они в открытом доступе, их может каждый желающий посмотреть на сайте Дом.РФ, стандарты развития, комплексного развития территории называется. Круто. Вы потом готовите всю эту документацию, я так понимаю, полиграфия для этого нужна и уже отдаете непосредственно в город, чтобы они реализовывали это все. То есть, вы ведете все эти проекты, получается. Это огромная команда, конкретно, мы не верстали стандарты, лишь чуть-чуть только чего-то делали. Применяли в своем архитекторе. Как пользователь. Это очень круто. Давайте, наверное, перейдем к вопросам, которые нам задают. Почему за пределами ДТК все так печально с дизайном городской среды, особенно с архитектурой? Возможно, сложно сделать красивые фасады домов и строить дома не выше 10-12 этажей. Это почти добавляет топ-стоимости к смете, но за ДТК одно устройство и монстры под 25-45 этажей. Виктор. На вопрос, почему так происходит, просто ответ простой. Это невыгодно девелоперу, потому что проще на маленьком кусочке земли построить муравейник многоквартирный, там 25 этажей, да, действительно. Насчет комфортной этажности, я бы сказал, что вообще лучше не выше 9-ти строить, потому что это комфортная высота. Как раз вот я рассказывала про конкурс стандартного жилья и жилой застройки, в котором рассматриваются три модели среды. Малоэтажная, это пригородная, центральная и среднеэтажная. у каждого есть свои параметры, там есть ограничения и по высоте, и по количеству площадей, и по процентам разных магазинов и ритейла. там очень много параметров, если кому-то интересно, можете посмотреть этот документ. То есть это официальный документ, который можно смотреть? Да, он в открытом доступе, он носит сейчас пока еще рекомендательный характер, но было бы классно, если бы, конечно, это было уже узаконено. Спасибо. Давайте дальше почитаем. как бы вы урегулировали проблему некрасивых громоздких вывесок разных стилей в городе, хотя бы в пределах Москвы? Вот это супер вопрос, мне кажется, который беспокоит, мне кажется, не только в Москве, но и вообще по всей России. Эта проблема регулируется с помощью дизайн-кода. Существует дизайн-код вывесок ограждений, малых архитектурных форм. Малых архитектурных форм. Да, это документ такой, он тоже как бы рекомендательный характер. Город может его сделать каким-то обязательным, то есть администрация города говорит, что все, вывески только такие, только шрифтовые, все вписанные в архитектуру. Вообще, ну как бы... В Москве он принят. В Москве он принят, да, и он постепенно вводится, идет все это из центра, постепенно, к конечным станциям метро уже можно в принципе наблюдать, что какие-то шрифтовые вывески появились, что вот у нас все какие-то социальные и муниципальные объекты, ну не знаю, библиотеки, допустим, у всех библиотек теперь шрифтовые вывески городских городских библиотек, именно, да, они все одинаковые. И это как-то хорошо, потому что ты просто сразу видишь, что вот библиотека. Ну да, мы в целом живем, мне кажется, в период такого визуального шума, что все вокруг кричит, и поэтому необходим фильтр, который нас как-то сможет оградить от излишнего беспорядка. Это супер вообще, это настолько круто, что стали разрабатываться дизайн-коды, и я очень надеюсь, что это пойдет в массы, в города, и будет все-таки какая-то единая культура общегородская. Она уже идет. Да. Да, он вообще достаточно популярный продукт, в принципе, дизайн-код очень часто. То есть я правильно понимаю, что вы еще несете в города этот дизайн-код и укореняете вот эту культуру вывесок и красоты? Да, если, абстрактно скажу, если для города делается большой проект, то обычно в него входит дизайн-код уже, чтобы точно смотрелось все хорошо. Супер, красота в массы. Так, поехали дальше. Как определяете ценность для людей, делая проекты? Тот же кинотеатр. Почему именно такое визуальное представление? Что оно дало людям, которые ходили мимо? Есть ли ценность для заказчика? Давайте с первого, наверное, начнем. Ценность для людей это как раз процесс вот этого вовлечения, когда мы проводим интервью, то есть антропологи анализируют, что действительно хотят люди, потом все приносят архитекторам. Архитекторы думают, вот как нам сделать такие комфортные пространства для людей, чтобы им было хорошо, и учесть все их пожелания. Естественно, адекватные, наверное, пожелания, конечно же, без какого-либо абсурда. Насчет... Про кинотеатр, информация, которая была представлена на заборе, это историческая справка, то есть у него такой познавательный, познавательная функция, информационная, и, собственно, функциональная, чтобы защищать. То есть это визуальное представление, это, в принципе, историческое представление кинотеатра. Да. Так, и что оно дало людям, которые ходили мимо? То есть вот какой-то фидбэк вы получали от вывески на кинотеатре? Это довольно, как это называется, проходная зона, когда в целом твоя задача это выйти из метро и дойти до точки Б. И, собственно, вдоль этого участка как торговали люди какими-то вещами, так и продолжали торговать. То есть мне кажется, в целом он так встроился очень, как будто всегда он так был и как-то как жизнь шла, так... Это, наверное, самое главное. То, чтобы люди не почувствовали какой-то диссонанс. Самое главное функциональное, наверное, участие, что это действительно забор и это не, наверное, надоевшие нам вот эти вот растяжки, где нарисован деревянный заборчик коричневый, который уже, наверное, на всех просто раздражает. Непонятно, почему такое. Это просто эстетическая вещь, и ты можешь ознакомиться с тем, какая там лепнина была, допустим, на этом кинотеатре. Довольно ненавязчивая, как мне кажется. Ребята, вы делаете огромное дело, супер вообще интересная тема, я надеюсь, что красота пойдет в массы, и на этом спасибо. Спасибо.